Каникулы не только для отдыха. Традиционная ярмарка временных рабочих мест для школьников прошла в Серпуховском центре по профориентации и трудоустройству молодежи. Желающих поработать во время летних каникул, как всегда, много. Вам я желаю закончить учебный год хорошо, а летом замечательно потрудиться на благо нашего любимого города. После приветствия и пожелания желающим потрудиться на благо своего родного города, ровно в 9 школьников начали пропускать в корпуса для записи в трудовые бригады. Как и в прошлые годы, будет организовано 32 бригады. Благоустраивать скверы, парки и стадионы, городской бор, монастыри школьники и студенты будут по 3 часа в день. Многие пришли с родителями, ведь несовершеннолетним для оформления на работу нужно согласие взрослых. Нам только 14 исполнилось в этом году. Хотите делать, чтобы он работал? Ну, вообще, чтобы просто работал, чтобы понял, что такое трудовая деятельность, чтобы осознал, что он вступил немного уже во взрослую жизнь и просто поддержать его. Родители рады. Их дети во время каникул меньше будут съесть у компьютера, больше на свежем воздухе. А те, кому предстоит работа на территории монастырей, еще получат и горячий обед. Желающих временно трудоустроиться значительно больше, чем требуется. Поэтому записывают и в резерв на объекты, где будут необходимы дополнительные рабочие руки. Кто-то пришел, чтобы заработать, пусть небольшие, но свои первые деньги на карманные расходы. Кто-то не первый раз и уже на прежнее рабочее место. Мы уже третий год идем на стадион «Старт», потому что он находится рядом с нашими домами. Мы там работаем уже не первый год. Мы уже знаем, что нам будут давать. Мы либо косим траву, либо просто помогаем на участке, убираемся, проходим, следим за… выносим мусором и вообще поддерживаем порядок. На заработанные в прошлом году деньги ребята купили компьютер и телефон. Занятость на каникулах для некоторых – это возможность узнать и поближе свою будущую невременную работу. В июне работала в выставочном центре. Получила в районе 8 тысяч. Работа там была очень интересна, много всяких интересных занятий. Также работала там с детьми, занималась, помогала им делать всякие поделки. В июле я работала в Бору Чернышевском. Ну, убирали Бор, тоже было интересно, весело, проводили время. Тоже получила в районе 8 тысяч, чуть поменьше. Ну, потратила я их на свои расходы, на свои желания, которые давно хотела. А карманные деньги – 8 тысяч рублей. Финансируется программа за счет бюджета муниципалитета и центра занятости населения. Мы стараемся брать различные объекты во всех микрорайонах города, чтобы ребятам была возможность как можно ближе работы, чтобы они не тратили деньги на дорогу. Для них это заработок, а для нас это возможность занять детей, занять полезным делом, трудом. Итак, все представленные объекты укомплектованы, вакантные места заполнены. Резерв составил почти 140 человек.